Всем здравствуйте, мои дорогие, добро пожаловать снова на канал. У нас сегодня уже пятница, с вами близятся выходные дни. Желаю вам провести прекрасное время. Ну а пока что мы с вами начинаем нашу ежедневную рубрику новостей из нашей солнечной страны. Итак, первое, это ситуация в Испании. Вы знаете, что у нас случаи немножко понижаются, и за последние сутки у нас 17 853 новых случаев. Держится примерно стабильно это понижение. Оно идет медленно, но верно. И индекс заражения уже 540 на каждые 100 тысяч жителей, что тоже является очень хорошим показателем. Потому что, напомню, буквально месяц назад у нас показатели зашкаливались за 1000, а сейчас уже 540. Всемирная организация здоровья и наше министерство здравоохранения предупреждает все автономные округи, чтобы не расслабляли меры безопасности и ограничения. Потому что Мадрид, например, уже сейчас сообщил, что комендантский час у них будет начиная с завтрашнего дня в 11 часов вечера, а не в 10, как было раньше, и что бары, рестораны, плюс всякие разные магазинчики и торговые центры будут открыты до 9 часов вечера. Это вступит завтра. Например, в Пейзбасске я вам вчера рассказывала, что там тоже бар и рестораны решили открыть. У нас пока в Валентинском округе наш президент нашего округа Чима Пуич, он сказал, что нет. Ни в коем случае не будут облегчаться меры безопасности и ограничения, и что минимум 2 недели мы еще будем жить так же. Кстати, в Валентинском округе сегодня, вы знаете, что в 3 часа дня у нас с пятницы до понедельника в 6 часов утра закрыты все самые крупные города. Поэтому, если вы живете именно здесь, в Валентинском округе, не забудьте, что с 3 часов дня до понедельника раннего утра нельзя будет ни въезжать, ни выезжать из или в большие города, где больше 50 тысяч жителей. Вот такие вот у нас новости. Все остальные автономные округи, подумаю, будут облегчать меры, но пока еще никакого шага такого решительного не предприняли. Так что посмотрим, что же будет дальше. Будем надеяться, что все-таки они этого не сделают, потому что облегчать меры ну никак нельзя. Иначе мы наступим на те же грабли. Такая вот новость о ситуации. Дальше еще одна новость, которую я хотела с вами поделиться. Это про то письмо, которое отправил синдикат всех кафешек, барчиков, ресторанчиков, которые находятся в аэропортах у нас здесь по всей Испании. Они отправили общее письмо президенту нашего правительства Педро Санчес с словами, грубо говоря, сейчас вам текстуально скажу, что ситуация очень срочная. На нас налезает банкрот, то есть прогорание компании. Прямо так и сказали, потому что на самом деле 12 тысяч всяких разных мест рабочих находятся под вопросом на данный момент. Это много людей, которые потеряют свое рабочее место и семьи останутся без вообще какого-либо дохода. Потому что в аэропортах сейчас пустота, гуляет ветер. Просто знаете, как в пустыне американской, где вот такой шар колючий катится по дороге, никого нет. Вот так и здесь в аэропорту никого нет. Там один-два человека от силы где-то ходят, можно встретиться. Так вообще пустота. Поэтому и рестораны, и бары все там закрыты. И хоть наше правительство дало немножко такую как отсрочку в выплатах, например, или на какое-то время понизили аренду помещений, но все равно это потом нужно будет отдать. И вообще у нас в Испании говорится, что нормальный вот этот вот поток туристов, поток людей в аэропортах, какой он был до всего того, что сейчас произошло, до пандемии, не возобновится до 2024 года. То есть в 2024 году только лишь все это возобновится. Это еще три года понадобится. Поэтому нужно что-то предпринимать, а не просто, чтобы правительство как-то им дало тоже помощь, как и, например, сектору туризма, каким-то маленьким компаниям. Потому что иначе они не смогут просто-напросто в такое время выдержать, и люди потеряют работу, а компании обанкротятся. Вот такая вот новость. Кстати, компании, авиакомпании, они тоже сказали, что не возобновят полеты уже точно до июня месяца. То есть до июня они не собираются вносить опять все эти рейсы, которые были обычно, к которым мы привыкли. Поэтому, да, ситуация пока еще не из легких для них. Еще одна новость, это то, как меняется покупка людей, привычки людей из-за всей пандемии. Он, вот этот вирус, революционировал абсолютно нашу корзину покупки. И, например, говорят уже, что люди намного больше тратят денег сейчас на дезинфекцию, на гигиену, на какие-то продукты для пыли, для половки с дезинфекцией, для очищения дома, на перчатки, на какие-то спреи, аэрозоли, на маски. Плюс ко всему тратят, например, еще деньги на здоровье. Очень сильно покупают очень много витаминов, смотрят больше на био-еду, на какую-то более натуральную. Не так сильно покупают полуфабрикаты какие-то подприготовленные, витамин С покупают очень сильно, динсень, покупают прополис тоже. Вот, в общем, все-все-все, продукты пчеловодства, тоже мед. И меньше стали покупать что-то для красоты, для ухода за собой, косметики стали меньше покупать. Тоже не мудрено, потому что мы ходим вот в таких масках, видны только глаза и лоб, и брови, и все, больше ничего. Поэтому, как бы, зачем тратить на это деньги? Немножко глупо это делать. Ну, конечно, если кто-то дома хочет для себя, там, или вот для видео, так, это понятно. Ну, а в основном, в повседневной жизни, зачем это надо? Тратят очень много денег на крема, на уход за кожей, потому что большие проблемы у людей с кожей, вот именно в той части, где находится маска. У многих есть какие-то натертости, покраснения, дерматит даже от контакта тоже у многих появляется. И вот здесь за ушами, где вот эти резинки от маски тоже очень часто давят иногда, если слишком сильно их заделось, да, прижать здесь. Или маска маленькая, например. Поэтому эта ситуация действительно очень сильно нас изменила. Также очень мало денег тратится на всякие спиртовые напитки. В основном сейчас людям не до этого, да, людям бы еду нормальную купить и купить что-то, чтобы себя защитить. И там дом помыть, например, прибрать, дезинфицировать. Да, а вот спиртовые всякие напитки, вино даже то же самое, не так уж и сильно популярно на данный момент. И, кстати говоря, люди уже покупают, у нас сейчас в каждом доме, если честно, есть и пекарня, и мы тут и торты делаем, и хлеб печем сами, и пытаемся реконструировать какие-то любимые блюда из ресторанов, в которые мы раньше ходили. То есть в каждом доме сейчас у нас появился шеф-повар. Люди уже даже и на вынос практически не берут еду, а стараются сэкономить немножко и все это приготовить дома. Вот такая вот новость. Следующее интересное событие. Это очень оно интересное, конечно же, но очень печальное и очень злит даже, мягко говоря, что есть такие люди еще до сих пор. В основном это разозлит тех людей, у которых есть домашние животные. У нас в Мадриде полиция нашла по звонку одного из соседей квартиру, небольшого размера квартиру, в которой якобы был питомник для животных. Такое как место, где, например, если находят на улице брошенного котенка, вот отвозят туда. Там именно питомник был для котов. Это была якобы ассоциация, которой помогали много очень людей, приносили ей корм, приносили ей деньги, пожертвования, отдавали туда животных, думая, что все это легально. А на самом деле больше чем 50 котов и кошек находились буквально в 10 квадратных метрах комнаты, помещения без натурального света, без воды, в ужаснейших условиях. У меня есть фотографии, в интернете они есть, но я не хочу показывать, просто потому что это очень негуманно и ужасные снимки, и просто не хочется такое вообще показывать людям. Но факт в том, что у нее нет ни лицензии на открытие, у нее нет. У нас есть такая вещь, которая называется Nucleo Theologico. Это будто бы зооядро, если дословно перевести, да. Это такой номер, который вы должны получить, когда вы просите лицензию на то, чтобы либо являться разводчиком котов или собак, либо когда вы являетесь охранным каким-то заведением для присмотра за животными. Вам нужен этот номер. И у нее не было ни этого номера, ни лицензии, никакой регистрации вообще фирмы, в муниципалитетном доме вообще ничего у нее не было. То есть это была полностью нелегальная организация, за которую она пыталась наживиться, деньги получить, а на самом деле животные были в ужаснейших условиях. Сосед позвонил, сказал, что у нее там колония котов нелегальная, и в итоге вот что выяснилось. И животных, конечно же, оттуда спасли, они были в ужасном состоянии, очень большое количество стресса испытали, по животным видно, когда у них стресс, и их, к счастью, перевезли в нормальный, хоть и питомник, но нормальный питомник с нормальными более-менее, какими должны быть, условиями. Поэтому будем надеяться, что эти животные, бедные кошки больше страдать не будут. Но здесь, в Испании, очень часто люди так вот просто хотят наживиться на легком чем-то, без особого труда, без приложения усилий. И если вы, например, видите, что там где-то бездомный кот или собака, и вы хотите отвезти в питомник, ищите крупные питомники, лучше ищите крупные питомники, посмотрите в интернете их сайт, и проверьте людей, спросите, в полицию позвоните, спросите, где ближайший питомник, у них регистр тоже есть, и отвезите туда, потому что верить так на слово людям, потом эти бедные животные страдают еще больше. Вот такая вот новость. Но, к счастью, теперь все с ними хорошо. Следующая новость, которую я хотела с вами поделиться, это две последние, как всегда, из нашей провинции Аликанте, из Валенсианского округа. Во-первых, это то, что у нас везде здесь провинции Аликанте конкретно, да и вообще по всему Валенсианскому округу, но крупно, прям так взялись за это пока что только здесь, меняют знаки допустимой скорости. Так что нужно быть очень осторожными, через три месяца многие знаки поменяются, и, например, в привычном месте, где когда-то вы могли ехать на 50 км в час, будет только 30, допустимо. Или, например, где было 30, будет только 20. То есть скорость понижают очень сильно, в зависимости от того, односторонняя ли это дорога или двухсторонняя, есть место, например, для пешеходной части или же нет, много ли там ездят обычно велосипедов и каких-то больших таких грузовых машин, скрещается ли она с какой-то другой дорогой. Во-всем, в зависимости от этого всего скорость будет понижаться. Например, в Аликанте многие улицы, кстати говоря, изменятся, поэтому в том смысле, что скорость там изменится допустимая, поэтому смотрите, обращайте внимание через пару месяцев, чтобы вдруг вас не оштрафовали, когда уже стоят новые знаки дорожные. Ну а в Эльче, например, это городок под Аликанте, тоже крупный, там очень много всяких строительных баз и цехов, и там Зара, кстати, наша испанская тоже есть, у них филиал главный, фабрика целая. И там тоже 90% всех улиц поменяет допустимую скорость, поэтому нужно будет присмотреться, чтобы нас не оштрафовали. И последняя новость из нашей провинции, это то, что очень интересный факт, очень интересная вещь сейчас происходит, миграция китайцев, китайцев, корейцев, но в основном это китайцы, конечно же, здесь в провинции происходит миграция обратно в Азию, либо в какие-то другие более крупные города у нас в Испании, но в основном это чаще в Азию. У нас в провинции Аликанте за последние годы здесь максимум был чуточку больше, чем 15 тысяч китайцев в нашей провинции, только лишь в провинции Аликанте. Это очень много, и это только те, которые легально были, а еще нелегально, сколько их тут было, это еще кто знает, да, может быть в 2 раза больше. Так вот, 20% от них, то есть примерно где-то 3 тысячи от всех, сейчас собрали чемоданчики и уезжают обратно. Почему это происходит? Потому что у нас здесь, в нашей провинции, вообще везде в Испании, но тут в основном очень сильно популярны китайские магазины, либо большие какие-то базары эти азиатские, где можно купить все, что угодно. И магазины одежды тоже китайские, здесь много-много всяких разных магазинчиков есть, и у них прибыль упала аж на 60%, точнее не прибыль, а вообще все те деньги, которые они за месяц зарабатывали, до вычета всяких разных платежей, зарплат и так далее и тому подобное, на 60% упало, понимаете, поэтому им уже становится невыгодно здесь находиться. У них в Китае кризиса нет, наоборот экономика растет, поэтому они сказали, мы собираем наши вещички и уезжаем обратно в нашу страну, там сейчас лучше, чем здесь, что в принципе отчасти правда. И многие из них уезжают навсегда, многие из них уезжают временно, пока здесь ситуация не улучшится, потом вернутся обратно. Также в основном практически все 90% уезжают именно из-за экономической ситуации, ну а остальные уезжают из-за того, что очень сильно боятся вируса, или из-за того, что у них родственники, например, где-то там в Китае очень сильно больны, нужно там родители, например, бабушки, дедушки, нужно уезжать, поэтому вот такая вот ситуация китайцев у нас становится все меньше и меньше в нашей провинции. Раньше на каждом ходу были китайские магазины, а сейчас можно заметить, что во многих городах просто-напросто уже висит объявление о том, что сдается или продается какой-то магазин. Такие вот дела. Еще что я хотела вам рассказать, это, конечно же, наш испанский футбол, вообще спорт. Что же у нас происходит? Во-первых, испанец по национальности Фернандо Алонсо, но он, конечно же, в Испании не живет уже много лет. Он недалеко от своего дома, он вообще очень сильно любит велоспорт. Хоть он и на самом деле находится в Формуле 1, он пилот Формулы 1, но велосипед это тоже одна из его трассей. Так вот, он постоянно, каждое утро занимается спортом, на велосипеде проезжает очень много километров, и по привычной всегда для него трассе, то есть он знает свой маршрут. И, к сожалению, многие, наверное, уже читали, что его сбила машина. Представляете, просто сбила машина на ходу. К счастью, он, да, находится в госпитале на обследованиях, но, к счастью, он жив-здоров, он не находится ни в реанимации, ни у него нет каких-то серьезнейших травм позвоночника или конечностей. Сейчас смотрят, есть ли у него какие-то переломы в грудной клетке, но вроде бы как нет, сказали. Сегодня вечером будут более конкретные досье, будут выступать на пресс-конференции, скажут о его состоянии здоровья. Больше всего их беспокоит часть рта, потому что это, думаю, что это та часть, которой вот челюсти нижней, которой он ударился, когда упал, поэтому там смотрят, есть ли какие-то тоже трещины или же прям уже прям сломано, сломано челюсть. В общем, это все сейчас рассматривают. Но хорошая новость в том, что говорят, что у него более-менее хорошее общее состояние, что он себя чувствует нормально и что он не потеряет возможность участвовать в тест-драйвах в марте месяце перед тем, как начать сезон в Бахрейне. Он начинается 28 марта. Поэтому будем надеяться, что действительно с ним все будет хорошо. Пождаем ему здоровья, быстрого восстановления и чтобы действительно ничего серьезного, никаких последствий не было. Ну а, конечно же, того человека, который его сбил, ему теперь большие неприятности грозят вообще, если честно. И вторая новость, это то, что происходит с одним из игроков Байерна. Это Алаба. Как это связано с Испанией, спросите вы. А вот связано. Вы знаете, что многие испанские клубы хотели забрать к себе переманить Алаба, потому что было неизвестно, будет ли он продолжать контракт с Байерном или нет. Он вроде бы говорил, что как нет, он хочет уйти в другой клуб. И опять фильтровал кто-то данные в СМИ, конечно же, из-за денежки. Люди некоторые так делают, особенно, которые находятся в тесном кругу с игроком, и это все знают, но могут иногда фильтровать информацию. Бывает так. Вот что значит публичное лицо. И оказывается, что он потребовал у Байерна, чтобы обновить контракт с ними, 22 миллиона евро в год, представляете, и 5 сезонов, целых 5 сезонов он потребовал. То есть это больше, чем 100 миллионов евро за все время, пока конкретно, 110 миллионов евро, которые бы он получил за 5 лет работы с этим клубом. И Байерн просто сказал, что это заоблачная сумма, которая не может себе, ну он как бы может себе позволить, но он считает, что это слишком. И что нет. Байерн подумал, подумал и закрыл все переговоры. Так что в Байерне он уже точно не останется. И вот где вступает в роль и Испания, и испанские футбольные команды. Барса была очень сильно заинтересована им и хотела его взять к себе. Но у Барса огромнейшие долги. Вы сами знаете, что ситуация в них ужаснейшая на самом деле. По-другому не скажешь. В черных, в красных уже бордовых списках по долгам хуже некуда. И они не могут себе позволить взять за такие деньги этого игрока. Еще хотела Челси. Например, это другая уже команда, не испанская. Хотела тоже его переманить, но такие деньги они тоже выплатить не могут. Кто может выплатить такие деньги? Правильно, Реаль Мадрид. Реаль Мадрид даже у них бровь не дернулась, когда им сказали, что он хочет такую сумму. И они сказали, что хорошо, если ты готов. Ну, пять, не пять лет, но примерно такую сумму мы можем себе позволить тебе выплатить. Поэтому Реаль Мадрид немножечко ждет сейчас в ожидании. Но правда такова, что очень мало какой клуб, если только это прям не из Дубая, там с Арабских Эмиратов, в которых там шейхи сзади стоят, да, магнаты. Может быть, эти клубы и смогут выплатить такую сумму. Но Реаль Мадрид очень сильно заинтересован в этом футболисте. Поэтому посмотрим, что же будет. Реаль Мадрид продолжает давить и смотреть, получится ли заключить с ним контракт или же нет. Вот такие вот новости у нас в спорте на сегодняшний день. Что же касается испанской погоды, вот первая карта. По ней вы видите, что облака продвинулись с запада, они продвинулись на восток. И вся вот эта верхняя восточная часть, там будут дожди, они по чуть-чуть тоже спускаются вниз. Но на данный момент у нас именно здесь в зоне, в зоне Валенсианского округа, нет ни дождя. Где-то какие-то отдельные облака плывут, но в основном солнечно. Ну и в центре и на севере, в северо-востоке, как я уже сказала, будут дожди и облачно. Там температуры немножко тоже понизятся. И что же касается как раз-таки температур. Вот вторая карта. Температуры у нас в Испании почти во всех зонах такие же, как были вчера, за исключением тех, где будет дождь. Кстати, дождь тоже будет еще на Майорке и Минорке, там тоже будет сильный ветер. В Аликанте у нас здесь в провинции тоже замечательная погода, мы наслаждаемся. До сих пор ветер исчез у нас, совсем чуть-чуть, такой незначительный, приятный. Но прям такого шквального ветра, как было несколько дней назад, уже нет. Итак, температуры на севере Испании от 6 до 16 градусов. В центре от 5 до 14, вот именно эти 5-6 градусов, максимальная температура в некоторых регионах, именно в тех, где больше всего дождя будет. На юге будет от 12 до 21, и на Средиземном море у нас здесь от 15 до 24 градусов. И самое теплое, конечно же, 24 градуса, это именно вот здесь у нас провинция Аликанте и в Мурсии. Так что в Аликанте 24, в Барселоне плюс 16, в Гранаде будет 17, в Андалусии, там же в Андалусии. В Севилье 21, в Малаге 22 и в Фон Хироле тоже 22. И на Морбейе примерно тоже так 21, 22 градуса максимальные, сегодня в 2-3 часа дня. Дальше в Мадриде, в центре Испании плюс 15, в Мурсии, как я уже сказала, 24, на Болярских островах плюс 18, это Майорка, Минорка и Бисса. На Канарских островах плюс 21, плюс 22, 21 на Лас-Пальмас и 22 на Тенерифе. Ну а в Валенсии у нас здесь тоже плюс 23, немножко попрохладнее, потому что она находится севернее от нас. И водичка у нас до сих пор 14,5 градусов в нашем замечательном Средиземном море. Вот такие вот у нас новости были на сегодня, мои любимые, надеюсь вам было интересно их узнать вместе со мной. Не забывайте подписываться на канал вот здесь внизу, чтобы не пропустить все самые новые интересные видео. Желаю вам прекраснейших выходных, начала выходных и увидимся с вами завтра в новом видео. Всем пока-пока!